Основная проблема садоводческого потребительского кооператива «Родничок» – недостаточное напряжение в электросети. По словам Ульвея Исмаиловой, если норма – это 220 вольт, то тут показатель не дотягивает и до 200. Приходится покупать стабилизаторы. Прыгает, вот постоянно прыгает. Ну вот сейчас, в данное время, вы сами видите, 190, да? Ну вот, без него мы не можем. У нас уже одна стиральная машина сгорела, вон там стоит. Это уже вторая. Чайник включаем, свет выбивает у нас. Сразу, моментально. Все коммунальные платежи, а также членские взносы люди переводят на один лицевой счет СПК. Но долг перед Крымэнерго не уменьшается. По словам местных жителей, для того, чтобы ситуация прояснилась, нужно перевести «Родничок» на баланс Крымэнерго. Максимальная потеря от потребляемой энергии должна быть 9% составлять. А у нас доходит до 40-45%. На сегодня этот долг, который у нас перед Крымэнерго составляет, если я не ошибаюсь, около 1,8 млн. Да, есть люди, которые действительно не оплачивают за потребляемую электроэнергию. Но в основном эта сумма, еще половина, это потери. А что за потери? Какой идет расчет? Для нас это непонятно. Отсутствие газа – еще один вопрос, который беспокоит местных жителей. По их словам, вся техническая документация по газификации и даже проект готовы. На проведение газа требуется около 16 млн. рублей. Для жителей СПК эта сумма неподъемная. Вот наш котел. Мы его топим углем. Это постоянно надо его подтапливать, постоянно кидать уголь. Участок получили в 91-м году. У нас был председатель Гордеев Иван Дмитриевич, и по сей день он у нас председателем. Но воз и поныне там. Как ничего не делалось, так ничего и не делалось. И самое главное, что люди ему не доверяют. В Чистинском сельском совете сообщили, что садоводческий кооператив находится за границами населенных пунктов. Поэтому никакого отношения к СПК они не имеют. Проводить за счет бюджета дотационного, то есть мы дотационные, к сожалению, и проводить за счет бюджета газ, электричество, электроэнергию и водоснабжение, мы не имеем таких полномочий. Председатель кооператива Иван Гордеев от комментариев отказался. Ленуза Бурсиитова, Султания Бакал, Дмитрий Низовой, телеканал Милет, Симферопольский район.